Бегунок Бегунок Все были не против того, чтобы бегунка так называли Главное, чтобы он сильно не лаял, да не кусал никого Но вот однажды в дворовое царство проник волк Он решил стащить курочку или уточку, кто попадется под руку, то есть под лапу Бочком-бочком волк проник на территорию дворового царства Спрятался за старую ель и начал прислушиваться к разговорам Разговоры в дворовом царстве были самые обычные О погоде, о природе и кто что вкусненькое добыл Вроде бы все как у всех, как обычно, подумал волк Пора приступать к действиям Выйдя из укрытия, волк стал потихонечку подбираться к уткам, которые были к нему ближе всего И тут маленький смышленый утенок увидел волка и громко спросил А где Сёп? Услышав незнакомое имя, волк подумал, что в дворовое царство прибыл новый незнакомый зверь Наверняка огромный и страшный Надо делать ноги, подумал волк, вернее лапы А если быть точнее, то убегать пока цел И волк направился в сторону леса Тут появился запыхавшийся бегунок Он посмотрел в сторону леса и увидел убегающего волка Волк кого-то испугался, подумал бегунок Может быть Сёпа? Все-таки хорошо, что я не пес, а Сёп Это удачная придумка Бегунок был прав Волк действительно испугался незнакомого зверя Потом еще кого-нибудь позовут Испугался волк В дворовое царство мне пока путь закрыт Решил серый разбойник, укладываясь спать на мягкий мох Он пожелал волчихе спокойной ночи и лег на бочок Ну что, мои маленькие друзья Вот видите, какая интересная, забавная история Приключилась в дворовом царстве Ну а сейчас садитесь поудобней Мы будем с вами смотреть мультфильм А я с вами прощаюсь до завтра Всего доброго, до свидания, пока! Субтитры создавал DimaTorzok